Всем привет из Киева, меня зовут Оксана и сегодня у нас с вами мейнстримное видео, потому что только что посмотрела Маринку Прок с Аленкой Вдохновения, ржала как ненормальная в конце особенно, и поняла, что я тоже хочу снять данный тег. Автор вопросов Светочка Левченко, ссылка будет под видео. Массага World. Все ваши недосказанные слова родные прочитают в крестиках. Итак, поехали по вопросам, какие бы сюжеты я не стала вышивать на сегодня. Это, конечно, религиозная тематика и цветы, также портреты, детская тематика, потому что у меня нет пока что потребности это все вышивать. И то, когда я хотела Даринке вышить много всяких детских сюжетов, типа ростометров, то пока я думала, пока я заканчивала свои текущие проекты, чтобы начать детские, когда Даринка была маленькой, она выросла, и больше мне не нужно их вышивать. К вышивке миниатюрок я отношусь положительно, если их вышивает кто-то другой. То есть я люблю смотреть, в какой-то степени люблю, то есть смотря какой дизайн и какая потом получается вещь из этого, но сама вышивать их не хочу. Если считать моего вот этого ворона как миниатюрку, как маленькую картинку, то вот такого плана еще могу вышивать, и то скорее буду оформлять такого плана вещи в картины. У меня был опыт вышивки миниатюрок, вы знаете, у меня их тысячу, как-то переросла и этот период, и пока на данный момент меня не тянет. У меня есть опыт отшива крупных работ, есть одна работа завершенная, другая еще нет и вряд ли будет, я уже сомневаюсь, но пока так. Огромная работа Golden Kite, которую я не знаю завершу или нет. В принципе, когда я ее вышиваю, у меня не составляет такой прям сложности ее вышивать, это просто очень долго по времени. То есть я когда начинаю вышивать, я привыкаю к этим всем частым сменам ниточек, я привыкаю к масштабу, я привыкаю даже к тому, какое удовольствие я получаю после того, как вижу отшитый лист. Потому что это тоже вызывает потребность у меня уже смотреть на эти законченные листы и любоваться, восхищаться. Потому что даже если нет нескольких крестиков на такой работе, это смотрится совершенно не так, как если они уже зашиты эти одиночки, и картина полностью соединяется как пазл. Это великолепное ощущение, но я также быстро от этого и отвыкаю. То есть когда мне надоедает, я забрасываю, и мне очень сложно вернуться к такого рода работе. То есть у меня нет постоянной тяги вышивать масштабные работы. И вторая работа, которая самая, она еще не висит, самая большая в моей, наверное, жизни, это Королева от Миробилии. Но она предельно проста, она очень просто вышивается, только потому что там сплошными какими-то участками большими идут цвета. То есть это платье, это шуба ее, она отшивается очень легко. Мне понравился такой опыт, да. Но как-то, если честно, пока я охладела именно Королевом от Миробилии, вот я хотела Королеву Ворон вышивать, но как-то вот меня больше не тянет к ней так, как раньше тянула. Поэтому, может быть, такие большие работы я больше вышивать и не буду, потому что в другой тематике, не Миробильки, да, допустим, какие-то с полной зашивкой, огромные картины меня вообще не привлекают. Это тоже есть. Хотя раньше я их безумно любила. Как я отношусь к вышивке цветов? Опять-таки, когда кто-то вышивает, окей. Когда я вышиваю, конечно, негативно. То есть я вышивала цветы, наверное, только в... Ну вот в последнее время, скажем, это в домике, в ведьмин дом. В этом сюжете внизу, возле домика, есть парисадник, который усыпан цветами. И мне не нравится это вышивать. Мне не нравится как технически, потому что частая смена цветов, и они как бы такие разбросанные крести. В то же время мне не нравится вышивать это как сюжет. То есть я не люблю цветы вышивать, потому что я не люблю искусственные цветы. Я не люблю их в жизни, не люблю их на вышивке. Я не приемлю цветов искусственных в доме вообще, наверное, потому что меня мой мужчина разбаловал живыми цветами. Да, сейчас, конечно, делают цветы, я же вижу в магазинах, более профессионально, они выглядят как настоящие практически, но я все равно знаю, что они искусственные и меня это отторгает. А вышивка, это тоже искусственные цветы. Я смотрю на эти букеты в вазах и я к ним абсолютно равнодушна, то есть вот ноль. Производители наборов в приоритете? Ну, вы знаете, это вопрос для меня неоднозначный, потому что нет у меня, допустим, любимого производителя наборов, только потому что это зависит от сюжета. Если мне понравится сюжет, не знаю, у панны, то я буду вышивать панну, но это не значит, что этот производитель будет у меня в приоритете, так как мне, например, не хочется вышивать нитками гамма. Но если понравится сюжет, конечно, буду. Дименшенс, например, тот, который я, наверное, чаще всего вышивала из наборов, это тоже нелюбимый производитель, потому что, ну, качество материалов меня не полностью устраивает, а сюжеты, да, сюжеты устраивают, но не все, опять-таки. И по поводу схемы дизайнеров, да, здесь у меня есть любимые дизайнеры, как ни странно, потому что зарубежные дизайнеры, если вы заметили, они как-то очень, скажем, держат свою стилистику. Вот начали производить, не знаю, Миробилия, Нора Корбетт, своих королев, бабочек, фей, вот все в таком стиле, и эта концепция держится все время. То же самое про Римун, моя любимая. Все эти мистические, ужасные, скелетонские сюжеты, они идут у нее вот постоянно, или тот же Глэндон Плейс, все эти хэллоуинские домики, это все в одном стиле. Вот таким образом дизайнеры становятся моими любимчиками, только потому, что они выдерживают сюжетную линию на протяжении всех своих работ, всех своих схем, дизайнов и так далее. И не меняют ее, как, например, тот же Риолис, у него очень разноплановые, да, работы встречаются, как, например, Панна, как Дименшенс. Сюжеты более, наверное, классические, но они все-таки очень разноплановые. И каждая среднестатистическая вышивачица найдет у таких производителей свои сюжетные линии какие-то. Я же, например, не могу пока найти какую-то одну сюжетную линию, которая бы мне нравилась у производителей, которые делают так называемые массовые сюжеты, сюжеты масс-маркет. Не знаю, как это правильно назвать, но вы меня понимаете. Мне больше нравится то, что не привлекает большинство, даже, я бы сказала, большинство в наших странах, странах СНГ, но привлекает больше американских рукодельниц-вышивальщиц. Они в основном все такое вышивают. Вышивали ли вы фигуры людей, случались ли курьезные случаи или сложности при отшиве лиц? Тут, да, тут случалось. И курьез, и сложности. Это была королева от Миробилии. Там я вышивала петит-поинтом, то есть полукрестиком маленьким через одну ниточку. Лицо я вышивала именно таким стежком. Сложность возникла тогда, когда я начала делать бэкстич. Вы не представляете, насколько сложно мне дался ее нос. Этот нос мы с мужем переделывали. Да, я его призвала на помощь, потому что я уже несколько раз его переделывала, этот бэкстич. Он получался с горбинкой какой-то. Не совсем весело, потому что это последнее, что оставалось доделать, и моя королева была бы готова. И вы знаете, когда в конце идет такой кураж, когда уже хочется быстрее снять и постирать, и оформить, а тут еще что-то не получается в самом-самом конце. Это было курьезно, потому что у меня настолько замылился взгляд уже. У меня все казалось одинаковым, я переделывала несколько раз, и не видела выхода. Призвала на помощь мужа, он со стороны посмотрел, продиктовал, в какую дырочку мне иглу вставлять. И в итоге получилось идеально, ну то есть красивее всех вариантов, которые мы делали до этого. Ну а теперь, что я учудила, я начала вышивать свою работу на базар. Лицо девочки я буду вышивать петит-поинтом, я уже начала. Да, мне немного не нравится, чуть-чуть буквально не нравится, как толкаются эти полукрестики. Они выглядят не так, как бы ровно, что ли, не так гладко уложенными, как крестики. В общем, эффект лица с петит-поинтом мне нравится больше, чем крестиковое лицо. Ваше отношение к вышивке мультяшных персонажей, героев фэнтези. Как оформляете готовые работы? Именно мультяшные персонажи у меня не вызывают желание их вышить, как я уже говорила, если это как бы детские-предетские сюжеты. Но если это немного с посылом в готику или страшные такие истории, как «Школа монстров» у меня вот вышивка, или «Скоро я буду вышивать одного персонажа аниме», но это будет не совсем мультяшная, совсем не мультяшная вышивка, и это будет, скорее всего, даже не крестик. Мультяшные персонажи, если они стилизованы как-то под более взрослую вышивку, вот, например, «Боди Трэнс», я не считаю мультяшной вышивкой. Такие работы я приемлю, и они мне нравятся, и я буду вышивать такой домик. Про героев фэнтези, если говорить, я буду про аниме, потому что в голову ничего пока не приходит другого. Вот как вышивает Олеся Рикоматрис, мне очень нравятся именно авторские схемы. Я бы такое, наверное, не вышила, по крайней мере, на данный момент, все возможно в будущем, но смотреть мне безумно нравится на такие работы, и я наслаждаюсь каждым отчетом такого плана, безусловно. Про оформление готовых работ особо не знаю, что сказать. Оформляю обычно в рамке, в паспарту, не важно, в рамку и под стекло, в байетной мастерской. Заказываю все необходимые приспособления и оформляю уже дома сама с мужем. Какие сюжеты нравятся близким и друзьям больше всего, вышитые мной? Ну, скажем, мои друзья и близкие, они не очень вообще интересуются вышивкой. То есть, ну, если я показываю, приходят домой и видят новую работу, ну, красиво-красиво, и все. А чтобы выделять что-то, такого нет, что-то особенное. Мужу нравится очень королева от Миробилия, я знаю. Хочет ее постоянно повесить, я говорю, давай подождем, пока хотя бы ноябрь наступит. Очень нравятся вот эти необычные картинки, такие как скелеты или курочки от Прайримун. То есть, такие сюжеты нравятся тем, что они выражают, как говорит любимый, мой внутренний мир, выражают меня как личность, возможно, в какой-то степени задевая где-то мои глубинные желания, помыслы и всякую такую дребедень. В общем, выводят наружу, показывают это людям. И ему нравится, что это моя индивидуальность и что я не поддаюсь мейнстриму какому-то и не вышиваю то, что вышивают все. То есть, на меня не может повлиять какие-то видео на YouTube или форумы, или то, что больше всего продается, например, да, или рекламируется. То есть, это ему нравится во мне и, соответственно, мои работы это и выражают, наверное, вот в таком ключе, да. Очень часто бывает так, что работа ему не нравится, да и Дарине тоже, в принципе, может не нравится работа, когда я показываю ее перед вышивкой, картинку. Но потом в процессе вышивки, точно так же, как и мы, вышивальщицы, начинаем воспринимать работу по-другому, потому что на конве, в крестиках это смотрится ярче, это смотрится сочнее, это смотрится живее, в конце концов. И работа постепенно начинает срастаться с нами, срастаться с окружающими, потому что они наблюдают процесс вышивки. Про приметы я уже снимала отдельное видео, посмотрите обязательно, ссылка вверху будет. Скажу только пару слов о том, что я не верю не только в вышивальные приметы, я не верю вообще в любые приметы в этой жизни. Вышивка может служить вам очень хорошей подоплекой, шикарной, крепкой, с психологической точки зрения, вообще это обалденная вещь. Для того, чтобы сконцентрироваться на мыслях, на планах, на пути к достижению цели. Это как аутотренинг, это уже психологические практики, это никакого отношения к приметам не имеет. То есть, почему приметы, вот говорят девочки, у кого-то сбываются, у кого-то не сбываются? Да потому что это просто совпадение. Если человек, вышивая, очень сильно якобы верит в примету, то он начинает задумываться о том, чего он хочет. Ну, работать, скажем, над своим желанием ментально. И поэтому, соответственно, желание быстрее сбудется только потому, что человек над этим работает сам. Он что-то для этого делает, да? Ему начинают попадаться нужные люди, события случатся. Но это все потому, что он сам это притягивает в свою жизнь, не какими-то потусторонними силами, а сам действует в этом направлении. Элементарный пример могу вам привести, когда я была беременна. Я вокруг себя видела только беременных. Ну, естественно. Потому что я была беременна, у меня были все мысли об этом. Конечно же, я замечала вокруг себя похожее на свое состояние. Ну, и мистики, конечно же, в вышивальном процессе нет никакой. Это просто механический процесс, механические действия, которые приносят удовольствие, либо не приносят удовольствие. Ну, я бы этим не занималась, потому что не приносила удовольствие, конечно же. Ничего волшебного. Все обычно, точно так, как помыть посуду. Были ли в вашей практике работы с сюжетом, который изменил вас или ситуацию вокруг вас? Меня никакой сюжет вышивки не поменял. Скорее, утвердил то, что во мне уже было. Утвердили все мои вышивальные процессы, какие-то черты характера, какие-то особенности моей психики какие-то. В общем, вы поняли. Неважно. Мои работы — это отражение того, что я хочу в данный момент видеть, созерцать, делать. И, в принципе, это относится вообще ко всему. То, что человек носит, например, одевает на себя, то, что человек делает в своей жизни, чем он занимается, как он общается с детьми. То есть это все выражение просто желаний человека, какое-то проявление личности. Ну, не более того, я думаю. Но если говорить о моем окружении, в частности, о муже, ребенке или друзьях, родственниках, которые видят мои такие странные для общества картины на стенах, это позволило им более лояльно, что ли, относиться к таким вещам, в принципе, в своей жизни, в общем. То есть не бояться этого всего, не вкладывать какой-то смысл, какую-то смертельную опасность в том, что у вас скелет на стене человеческий вышит и висит. Люди обгладывают кости, куриные, извините, едят рыбу, остается скелет, и ничего, нормально, я это во рту подержал, а тут увидел глазами, боже мой, все, умру завтра. Такого не должно быть в жизни, по крайней мере, в моей не будет никогда. С этим окружающие начинают соглашаться, потому что ничего в этом такого нет, это все, естественно, и неотвратимо. Да, это поменяло именно окружающих, скорее всего, а меня нет. Я такая и была, и такой останусь. Хотя, может быть, когда-то, я недавно Мишке сказала о том, что посмотри, какие классные домики, ну, мне нравятся вот эти сюжеты, пейзажи с домами красивыми, от Dimensions, от дома, от разных фирм, в общем. Я смотрю, я любуюсь на эти все домики и говорю Мишке, посмотри, какие красивые пейзажи, когда-то мы с тобой будем сидеть в своем доме, уже старенькие, бабушка с дедушкой, и вышивать только такие картины, а еще и цветочки в вазах. Так что ни от чего никто не застрахован, а уж тем более я, ведь я обычный человек, все может произойти и со мной. Нашла ли я какие-то определенные сюжеты на сегодня в вышивке? Ну, в принципе, я могу сказать, что да. Это не обязательно должны быть скелеты или черепа, это могут быть картины, это есть картины, и в планах много, которые меня морально защищают. Я не знаю, как это объяснить правильно словами, но вот, например, картинки я вам сейчас показываю, не обязательно именно эти, но вот примерно такого плана. Это тот тип картин, который не допускает к себе большинство людей. Я сейчас объясню, что имею в виду. Я очень люблю одиночество, и в последнее время я склонна к тому, что когда я одна, только тогда я живу по-настоящему. Это не социофобия никакая, я абсолютно себя спокойно чувствую среди людей, могу веселиться, могу быть нормальной, то есть, ну, я вообще нормальный человек. Когда я одна, я чувствую себя в своей тарелке, я чувствую себя полностью расслабленной и защищенной, скажем так, да. И вот такие картины, я знаю, что они немногим нравятся. Понимаете, это как бы мой мир, в который нет доступа большинству людей, ну, ввиду их каких-то пристрастий, вкусов, да, и так далее, их характеров и всего остального. То есть, я не чувствую себя какой-то особенной, ни в коем случае, именно просто защищенной. Когда я смотрю на такие картины, я как будто бы одна, нахожусь там и весь мир отдельно. Я когда вышиваю такие картины, я понимаю, что эта картина меня защищает от всех своей неординарностью, скажем, своей мистичностью, своей устрашающей, на первый взгляд, сюжетной линии. Но на самом деле это не так для меня, по крайней мере. Я думаю, я ответила на все вопросы, сто процентов да. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если хотите увидеть, что же дальше я буду вышивать. И до новых встреч!